Это Джонни Монтажер из будущего. Вовремя я, конечно, взялся за Хитмана. Надеюсь, что мы здесь все люди адекватные и можем провести четкую границу между насилием в компутскерной игрушке и в реальной жизни. Берегите себя, свои нервы, своих близких, всем добра и мира. Джонни Монтажер из будущего вас покидает. Я до сих пор с теплотой вспоминаю, как 15-летний я запирался в комнате и с упоением гонял Лысого по обширным, детально проработанным и полным возможностей локациям на своей убогой печке. Со скрипом выдававший 20-25 кадровых в секунду и все равно поражался увиденному. Страшно подумать, но это было аж гребаных 18 лет назад. В то время технологический скачок Blood Money казался чем-то невероятным, настоящим некстгеном. Особенно в сравнении с предыдущими частями. Тогда я уже успел поиграть в Контрактс и вторую часть франшизы, вышедшие за 2 и 4 года до этого соответственно. С тех пор ударный мужчина Кровавые Тугрики для меня стала безусловно любимой частью серии, навсегда покорив сердечко. А последующие успешные и не очень продолжения почему-то так и не смогли дать мне тот же уровень писька приподнимания, что вызывал Blood Money. Поэтому сейчас, 18 лет спустя, я предлагаю пощупать своими загребущими хеймерскими ручонками, как же играется хитовый мужик Кровь и Тенье в 2077-м тысячелетии. Ну а лично для себя я заодно хочу выяснить, что же такого цепляющего было в этой части игры, что отсутствует в новых реинкарнациях серии. Или переобуться в прыжке и поменять свое мнение. Всякое может быть. Игры серии Hitman, даже линейный Absolution, хоть и в меньшей степени, отличаются от большинства и гореи тем, что как нельзя лучше позволяют разгуляться твоей внутренней рубрике Эксперименты. Предоставляет десятки, если не сотни различных способов выполнить одну и ту же задачу. У многих из нас были свои топ-1 MLG методы прохождения той или иной миссии, которыми мы потом с ГГКнием делились с одноклассниками. Я никогда не был профессией и уж тем более анальным игроком в Hitman. Не читал гайдов и кажется никогда в жизни не проходил хотя бы одну миссию на рейтинг Silent Assassin. Да и вообще не задавался такой целью. Я всегда предпочитал играть по наитию и как получится. Не переслажнять себе задачу, но не стесняться экспериментировать. Самостоятельно находить очевидные и не очень решения и конечно же по возможности стараться вести себя скрытно. В этом ролике я не буду снимать штаны и трясти с килом, рассказывать тебе все возможные пути устранения цели или поставившись по вине гайдами показывать идеальное прохождение. Тихо и как твоя попытка пустить шептуна на свидании. Я буду самостоятельно исследовать локации, действовать по обстоятельствам и не задрачивать кнопку загрузки после каждого. Так что, если тебе ранит глазенки некий беркотлетный хитман экспириенс, иди своей дорогой, сталкер. Тут мы с тобой будем как 16-летние девочки обсуждать эмоциональный отклик. И как деды за 30, кем автор и является, пускать ностальгические слезки и слюни, вспоминая как оно было. А по худу сих непотребных действ я постараюсь рассказать тебе про основные игровые механики, сюжет, достоинства и конечно же недостатки этой культовой игры. Вижу, ты там уже включил приточную вентиляцию и вовсю откачиваешь воду от моих водоизлияний, так что давай уже перейдем к игре. Приятного аппетита всем, кто сейчас ест в туалете, мы начинаем. Кровавые бабки, на удивление, без проблем запускаются на современных железках и позволяют выставить в Full HD разрешение, хотя, возможно, это особенность, кхм, купленной мною версии. Игра встречает нас культовой композиции Франца Шуберта. Аве Мария. Не буду выебываться, про Шуберта я подсмотрел в Википедии. В стилизованном меню мы видим похороны, главным героем которых является наш лысый по имени 47-й, что лежит и готовится к кремации. Если ты не в курсах, 47-м он называется, потому что лысый является одним из выведенных в пробирке клонов, откуда и беспалевный штрих-код на затылке. В 47-й профессии, поздрослее перестань делать паузу в этом слове, анальный убийца, созданный на приборе верченым ученым по имени Отто Ортмайер и работающий на таинственное агентство под названием Агентство, предоставляющее услуги киллеров по всему миру. Надеюсь, в будущем у них будет свое приложение на андроиде. Как же так получилось, что наш суперпрофессионал скопытился? Ай да кому я интригу нагоняю, ты и так знаешь основной твист. Да и твист не то чтобы твист, ибо если смотреть сюжетные ролики внимательно, игра сама спойлерит его тебе прямым текстом. Но мы сделаем вид, что ничего не знаем и приготовимся удивляться. Пользуясь случаем, хочу поинтересоваться, где можно приобрести такие вот исполинские свечки. Мне как раз бы пригодилась парочка, в последнее время что-то слишком часто отрубают свет. Ну а пока посетитель похорон меняет свою детализацию, ну а шо, типичные похороны, мы переходим к выбору сложности. И выбор этот действительно гибкий и важный, и влияет он не только на уровень искусственного интеллекта НПЦ и количество доступных на задании и сохранений, но и на объем отображаемой информации на карте и многое другое. Я не потный трайер или упоротый хардкорщик, но всегда предпочитал играть на максимальном уровне сложности, на котором на карте не отображаются места интереса и вооруженные охранники. При этом прокачан искусственный интеллект, между миссиями работает эффект узнаваемости, о котором позже, и полностью отсутствует сохранение на уровне. Таким макаром тебе приходится самому исследовать уровень и излюбливаться с решениями, а цена фатальной ошибки — полный перезапуск. Следовательно, нехило так растет градус напряжения, приходится действовать обдуманно и аккуратно, а в случае допущения небольших косяков импровизировать по обстоятельствам, не желая терять весь прогресс. Но для создания видео полное отсутствие сохранений — это, конечно, проблемка. Так что мы будем троить игру на предпоследней, где все то же самое, что и в максимальной, но доступны три сейва на уровень. Вступительный ролик покажет нам, как в парке развлечений города кетчупа Балтимор из-за поломки падает колесо оборзения, что впоследствии повлекло за собой гибель множества людей. Однако директор Дриснейленда, томатного городка, вышел сухим из воды. Ну, а может и мокрым, я, признаться, этого директора не щупал. Расстроенный, батя одной из жертв катастрофы стремится исправить это недоразумение и звонит в Папа Джонс, чтобы сделать заказ. Я хотел бы сделать заказ. I'll have two number nine's, a number nine large. Сюжет Бладмании, хоть и подается в хронологическом порядке, но содержит в себе множество пробелов, так как происходит на протяжении 13 миссий в двухгодовом временном отрезке. Поэтому между миссиями за кадром происходит всякое. Часть из этого всякого можно урвать, только поиграв в предыдущую часть Контрактс. А часть событий и вовсе приходится додумывать самому, или вычитывать в местных газетах, что по окончании миссии нехило так погружают в игровой мир. Первое задание это по сути одна длинная обучающая миссия. И обучение тут сложное, как тригонометрия. Используйте клавиши движения, чтобы передвигаться. Чтобы бежать, нажмите клавишу бежать. Чтобы красться, нажмите клавишу красться. Если хочешь идти, иди! Ну, надеюсь запомнили. Уже на этом моменте всплывает внушительный такой плюсище, а именно подход разработчиков к визуальной и аудиосоставляющей. Если не обращать внимания на джипег города на заднем плане, зацени, как круто проработаны даже помоечные обучающие локации с точки зрения детализации, дизайна и звукового сопровождения. Ну и чё бы не возвращаться к этому в дальнейшем, давай не будем игнорить слона в комнате. Он, в конце концов, довольно благородное животное. Думаю, что большая часть из нас при мысли о Бладмане в первую очередь представляет себе что? Медленно идущего лысого мужика. Ладно, не просто лысого и идущего, а лысо-идущего вот под этот трек. А всё потому, что музыка композитора Еспера Кюда, наряду с лысым убийцей, фактически является одним из главных героев игры. Его композиторские труды всегда были визитной карточкой серии, и Бладмане была последней его работой с франшизой Хитман. И, на мой взгляд, в этой части Еспер переплюнул, я бы даже сказал, перехаркнул сам себя. Местная музыка как нельзя лучше передаёт напряжение. Крепоту. Драму. В конце концов, даёт тебе как бы почувствовать себя хищником, выследующим жертву. И Еспер Кьют ещё и в тексты некоторых треков с масловой нагрузки напихал, но с этим тебе лучше идти на канал Дмитрию Бурдукову. Конечно, можно спокойно играть и без музыки, или проходить Хитман под свой CD-MP3 сборник «Гуляночка» с Надеждой Кадышевой. И, как говорил Эдвард Вульф, это по-прежнему будет прекрасная игра. Но из неё пропадёт душа. Лично я в итоге понял, что отсутствие музыки Еспер О'Кюда в последствующих реинкарнациях серии является одним из существенных факторов, мешающих мне полюбить эти игры. Далече мы узрим первую сценку с разделением экрана. Это, на тот момент ещё не заезженная особенность, будет на полную катушку использоваться на всём протяжении игры, давая визуальные подсказки и внося свою лепту в повествование и атмосферу. Сайтама, тем временем заявив что-то вроде «Мёрфи для друзей, а для вас я робот-полицейский»? «Мёрфи для друзей, поэтому у меня его нет». Ай, доля воровская... Отворяет ворота радикальным способом. Русский дубляж игры выполнен вполне себе на уровне, но только там, где речь идёт о главных действующих лицах. «Добро пожаловать в штаты, 47-й». «И если вы желаете поговорить о политике». Практически все персонажи второго плана озвучены максимально карикатурно, словно у нас не игра про наёмного убийцу, а серия «Скуби-Ду». «О-ху, я тут себе новую работёнку нашёл». «Ну, всем когда-то приходится выбирать в жизни». «О, да, ох, как горячо, чуть-чуть шире, крошка». «Такое со мной вытворяли...» Скорости Ван Панчмана научат отвлекать врагов броском монеты. «Отдай монету!» «Эчпачмак» вообще обладает довольно обширным инвентарём. При желании в этом инвентаре может поместиться вся республика Татарстан. Ну или, по крайней мере, набережные челны уж точно. За пазухой могут одновременно храниться квестовые предметы, удавка, главный инструмент душнил и шприцы с ядом и наркозом, мины, «Детонатор!» Бинокль, отмычка, обезболивающая все виды пистолетов, полуавтоматов и пистолетов-пулемётов. Не иначе Вассерман поделился жилеткой. Однако, такие предметы, как длинноствольное оружие или чумоданы, занимают целую руку и не убираются за пазуху, поэтому втихаря прогуляться с дробовиком, не распугав местную богему и не трагернув охрану, не получится. Как и стрелять из такого оружия, не положив перед этим чумодан на землю? «Хитман» — одна из тех игр, где во время бега ты чувствуешь диссонанс с главным героем. Во время бега Джонни Синс словно бы тут же теряет в крутости, поэтому по возможности ты будешь стараться передвигаться по локации пешком. К тому же, к подобному поведению подталкивает и сама игра, так как занятие лёгкой атлетикой перед лицом у охраны вызывает подозрения, а ты не хочешь заполнять шкалу подозрителя, ибо это триггерит тревогу. В игре вообще довольно неплохо местами. Реализован искусственный интеллект противников. Конечно же, он больше искусственный, чем интеллект, но учитывая количество НПЦ на локации, такая детальная проработка поведения болванчиков впечатляет даже сейчас. САС. Неигровые персонажи реагируют на внешность главного героя, пятна крови на полу и одежде, охранники норовят обыскать лысого на входе и триггерятся на нетипичное поведение. Мирный НПЦ пытается помочь оглушенным жертвам, а завидев оружие или кровищу, попробует добежать до ментов и доложить об увиденном. Те, в свою очередь, прибегут проверять донесения. Ну а уж если ты неосторожно вытащишь оружие на глазах у полиции со словами «Сейчас я тебя буду пялить. Мусор, гной». «Пушка!» то будь уверен, что те в долгу не останутся и, улучив момент, постараются доложить по рации о тебе любимом. Да, в этом плане все тоже в пределах логики. Если один или несколько охранников увидят твое преступление, это еще не значит, что вся стража на уровне тут же телепатически узнает о твоих грехах, пока кто-нибудь из свидетелей не доложит по рации. Никаких тебе… А иногда кто-то из мирных НПЦ может, скажем, знать, как выглядит нанятый им же клоун и определит, что твоя маскировка… Фальшивка, ебаный. Если ты неосторожно наделал лишних дырок в жертве и спрятал тело, охранники могут последовать по оставшимся кровавым следам, а найдя и опознав голову жмуряка с комплектом твоей одежды неподалеку, ну как бы смогут прикинуть писюк носу. И тогда твое прикрытие накроется медным тазом. Или даже бронзовым тазом. НПЦ реагирует на подозрительный шум и выключенный свет, при этом найденные тела и бесхозное оружие охрана отволакивает в специализированные комнаты на уровне. Но как только дело касается открытого боя, все НПЦ на уровне резко тупеют. Вооруженные неписи будут ложиться штабелями, не отходя от кассы, изредка пытаясь спрятаться в укрытие или обойти с тыла. Мирные НПЦ иногда делают попытку подобрать лежащее на земле оружие, чтобы защититься, но по большей части будут истошно вопяноситься из стороны в сторону и творить невнятную дичь. Да и наш подконтрольный Доминик Тарентов не дурачок. Обратите внимание, как 47-й по возможности сам прячет оружие за спину по приближении к НПЦ. Или прячет оружие спереди, если НПЦ позади. Таким образом люди не сразу замечают оружие, давая нам время на реакцию. 47-я хромосома также умеет без особых проблем карабкаться по трубам и карнизам, перепрыгивать с балкона на балкон и вообще заниматься батиной акробатикой. Правда, исключительно в заготовленных разработчиками местах. Для этого даже не нужно зажимать какую-то отдельную кнопку. Весь отсосен крит будет происходить по нажатии клавиши движения. Однако по этой причине порой возникают проблемсы, когда лысая башка по щучьему велению без твоего хотения начинает перелизать через окно или перила, когда ты просто хотел подойти поближе. Чё бы ни спалиться, Стэтхен также умеет устраивать костюмированную вечеринку, переодеваясь во всё, что движется и обладает одеждой. Каждая такая одежа даёт Брюсу Уиллису доступ в различные охраняемые зоны, в зависимости от фэшнебельности напяленного костюма. И если ты уже собрался душнить на тему, как это никто не замечает переодетого лысого мужика со штрих-кодом на башке, то окстись — это игровая условность. Ещё, словно в пососных хоррорах, мы умеем подглядывать в замочные скважины и прятаться в шкафах. При этом во время данного процесса нам предстоит непрерывно слушать АСМР от 47-го. Ко всему прочему, лысый умеет прятать тела и воровать кассеты с рататуем из комнаты охраны, ежели наша лысина неудачно засветится на камеру видеонаблюдения, тыкать шприцами с наркозом и ядом не только в людей, но и в напитки и... на едки, прятать оружие и взрывчатку в контейнер с пивком и так далее и тому подобное. Короче, в игре просто туева хуча мелочей, которые просто устанешь перечислять. Часть из них я и вовсе узнал только вот сейчас. Как, например, о возможности отворять замок деревянных дверей выстрелом или метать ножи. Ну да ладно, чё там 47-й? А он, полюбовавшись театральной версией Неловимых Мстителей, по стелсу открывает дверь и тихонечко защищает помещение. Тут же можно послушать балтиморский рэпчик. Устроив цирк с переодеванием и проносом оружия через досмотр, совершаем Душанбэ прямо в шахте лифта. Это, кстати, одно из самых ультимативных мест для устранения кого-либо, так как делается втихорца, да еще и позволяет тут же упрятать тело. Далее проводим деэлектрификацию. Вот зачем вы это делаете? Ну и что ты сделал, старый, глупый мужчина? В результате чего непривыкшие к отключению света неженки начинают толкаться, падать и тупить. Мы же, прокравшись в сортир и выслушав мудрость... Чем дольше ссышь, тем дольше кончаешь! ...берем в аренду живой щит. Еще одна механика игры, о которой я напрочь забуду во время последующего прохождения. После чего устраиваем в комнате тотальный дестрой. Стрельба в игре хоть и ощущается немного топорно, но на самом деле дичайше доставляет. Большинство пушек обладают ощутимой отдачей и разлетом пуль. Некоторые пушки могут пробивать тонкие двери и стены. Все оружие обладает красивой анимацией стрельбы и перезарядки. Но надо понимать, что сорок седьмой хоть и значительно выносливее стандартной человеческой фасолиной, но все же не... КИБОРГ-УБИЙЦА! ...чтобы, почесывая затылок, впитывать в себя пулеметные очереди. В особенности без апгрейдов, Лысый может отлететь в Вальхаллу буквально от нескольких попаданий. Но на этот случай есть эдакая механика второго шанса. Когда наше здоровье опустится ниже уровня игр от Юбисофт, время на несколько секунд замедлится. И если за этот период успеть настрелять достаточно фрагов, Лысый останется жив с писюлечкой ХП. Правда, срабатывает это лишь единожды за уровень. Освежив подростковую травму с получасовым поиском третьего охранника, сливающегося с фоном, покручивая его батю в камуфляже на рыбалке, находим нашу цель и даем заценить фотографию. Мистер Кларенс, прошу вас, взгляните на фотографию. Нет, пожалуйста. Разве я мало страдал? Не выдержав такого издевательства, жертва умирает в мучениях. Жаль, конечно, этого добряка, но мы ретируемся через окно, после чего устраиваем оставшимся бандитам близкое знакомство со светительными приборами и сваливаем в закат. После чего любуемся на местную газетную статью с описанием только что произошедших событий и кричащим заголовком «Кавычка открывается собака С-65 равно К-9, вопросительный знак А-8Е, С-18-205-Б-23». Тут не поспоришь, статья полный разъеб. Судя по всему, это одна из особенностей переноса русской локализации на ГОК-версию игры. Но в самих статьях ошибок уже практически не будет. Тут довольно залипательно полистать отчет следствия о твоем прохождении, где указываются всякие нюансы. Любимое оружие, количество найденных пулевых отверстий, несчастных случаев, смысл в концовке Евангелион, живых свидетелей и так далее. В дальнейшей заставке мы увидим, как некий белобрысый хер в очках читает эту же самую статью. С ним мы познакомимся позднее. После каждой миссии, не считая обучающую, мы будем лицезреть экран статистики, оценивающие, насколько хорошо или пососно мы играли. Как хорошо мы прятали тела и маскировались, и не осталось ли живых свидетелей или видеозаписей, увидевших нашу лысину за чем-то противоправным. Игра также оценивает уровень поднятого шума и ультра-насилия, после чего присваивает нам рейтинг. К самым топовым считается «Тихий убийца» или «Сайлент Ассасин», который присваивается, если вам удастся обстряпать дела под видом несчастных случаев, обойтись без лишних жертв и ни разу ни перед кем не спалиться. На основе этой статистики, помимо основного гонорара, нам накидывают шекели за рейтинг и штрафуют за лишние жертвы эвакуацию нашего костюма и модифицированного оружия. Да, все забытое тобой на уровне барахлишка никто магическим образом не отреспаунит, либо забирай сам в конце миссии, либо оплати шекель. А шекели нам очень и очень пригодятся, в первую очередь для апгрейда оружия и покупки другого снаряжения, а во вторую, в случае неаккуратной игры, для подкупа свидетелей, полиции или на худой, хотя тут скорее толстый и увесистый конец, полный вайп личности и покупку новых документов. Все это непотребство нужно, ежели ты хочешь снизить свой рейтинг узнаваемости. Его показатель растет от количества живых свидетелей, видевших твои деяния, а особенно сильно растет, ежели наша лысина попадется на камеру и благоразумно низком унизит кассету. С повышением узнаваемости на газетных страницах будет отображаться все более точный фоторобот нашего хлебала, вплоть до полноценной свадебной фотографии 47-го на первой полосе. Газетки с нашим хлебалом можно будет даже найти на уровнях. Таким образом, некоторые люди начнут узнавать нашу знаменитость в лицо, разбегаясь в страхе, что как бы слегка затруднит столсовое прохождение задания. Учитывая все вышеперечисленное, ты захочешь проходить уровни максимально тихо и без лишних смертоубийств, дабы получить как можно больше шекелей. Однако никто не мешает тебе устраивать кровавый массакер на протяжении всей кампании. В конце концов, кому эти доллары нафиг нужны? Грязная зеленая бумажка, бля. Да, апгрейдов будет маловато, но игру все равно получится пройти, и самое главное, тебе все равно будет весело. Игра не заставляет тебя играть в себя каким-то определенным образом. Ведь нет ничего более приятного и расслабляющего для нормального, психически здорового человека, чем включить что-нибудь типа этого. Захватить увесистую волыну и устроить максимально стелсовое прохождение. На что же можно тратить заработанные честным трудом грязные зеленые бумажки? Ну, во-первых, на апгрейд своего родного модифицированного оружия. Фирменного пистолета, дробовика, автомата, похожего на МП-5, штурмовую винтовку М4 и снайперскую винтовку Мечта Биатлониста 2000. Можно обвешать свои пушки различными видами прицелов, прикладов, дополнительных расширенных обоям, глушителями, удлиненными стволами, снарядить различными видами боеприпасов. И в итоге сделать из волыны либо настоящую мечту стелсового Кодзима Йоба, либо пробивающую двери и стены, при этом громкую, как батя на шаха, бум-палку. Все зависит от твоего стиля игры. Все и сразу навесить не получится. Многие апгрейды взаимоисключающие. А пистолеты вовсе можно умножить на два. Правда, от этого сильно страдает точность. А уж скорость перезарядки... Поэтому данный гиммик пригодится разве что для эстетического удовольствия. Что еще приколдесно, абсолютно каждый апгрейд, кроме боеприпасов, по понятным причинам, визуально отображается на твоем оружии. При полной прокачке изначальную пукалку вообще не узнаешь. Помимо апгрейдов, мы можем докупать лысому снарягу. Улучшенные отмычки для быстрого взлома жопы, адреналина обезбол для восстановления хп, бронежилет для снижения урона, улучшенный бинокль и... ДЕТОНАТОР! Дальнего действия, кейс с защитой от металлодетектора и так далее. В общем, в финансовом плане есть куда разгуляться и ради чего рвать задницу. И это еще одна из причин, почему я предпочитаю старушку, я запрещаю вам вырывать эту фразу из контекста, Бладмани новым итерациям Хитмана. Извините, но мне насрать на онлайн рейтинг, количество очков и прочую продресь. Система мотивации Бладмани затыкает за щеку всем новоиспеченным продолжением. После каждой миссии мы вольны заглянуть в свое убежище. Где, помимо модифицированных пушек, будут появляться те стволы, что мы смогли унести с собой по окончании заданий. Тут мы можем многое. Например, пострелять, попрактиковаться в стрельбе, а потом пострелять по мишеням. И поглазеть на канареечку. Ну а мы переходим к основной кампании. Репортер известной помощной газетенки по имени Артас Минитил прибывает в особняк к бывшему директору ФБР Геральту из Ривии, дабы взять у того интервью. Я давно ждал этой встречи. Я тоже мистер Александр. Располагайтесь поудобнее. За Геральтом ухаживает не кто иная, как Диана. Правда, об этом мы узнаем позже. Артас начинает спрашивать Геральта про некое нападение на Белый дом. Планы на пенсию, блондинки или брюнетки. Но Геральта такой подход не устраивает. И если вы желаете поговорить о политике. Рик, вы уж простите, но интервью обо мне прикрытие для более горячей истории. Геральт начинает травить Артасу прохладную историю о 47-м. Это началось пару лет назад. Мое внимание привлекло происшествие на одном из виноградников в Чили. Откройте папку. Ну а наш протеже получает свое первое за эту игру, конечно же, задание. В ноутбуке с логотипом нашего дохуя таинственного агентства мы можем послушать брифинг от Дианы Горелое Дерево. Ваша следующая цель находится в Чили. Его имя Фернандо Дель Гадо. Это координатор агентства, довольно важный персонаж в серии и, можно сказать, друг главного героя. Координатор, персонаж, друг ни одного феминитива. Тут же мы можем потратить заработанные тугорики и выбрать снаряжение на миссию. При этом стандартный набор для шприцевания, удавка, компактные мины и... Кхм... Монеточка, инагент осуждаю, будут с нами всегда по умолчанию. Вместо модифицированных пушек мы можем взять с собой любое оружие из тех, что сумели унести с миссий в свое убежище. Что бы вы ни выбрали, массивные волыны, не помещающиеся за пазуху, взять с собой сразу не получится. Их раскидают в заранее спрятанные на уровне контейнеры агентства, откуда их и придется сперва забрать. Иногда в таких контейнерах лежат и другие полезные ништяки. Итак, наш квест устранить бывшего полковника разведки, а ныне успешного бизнесмена по производству и продаже нарпесиков. А заодно уконтропупить его тупоголового сыночка. Семейка Ебейкиных будет проводить в своем чилийском особняке презентацию нового сорта вина. Туда же припрется целый отряд пенсионеров и звезда второсортных боевиков на пару с телевизиончиками, так что классная идея и будет не попадаться на камеру. Купив нашему пистолетику глушитель и бесшумные патроны, балуме плюса докупаем отмычку, а бонусами спасибо обезболивающее и отправляемся на миссию. Так как мы играем на предпоследней сложности, действовать придется практически вслепую. Однако в меню ноутбука во время задания можно за звонкий шекель прикупить себе полезные сведения, дающие подсказки и возможные пути устранения целей. Стоят они относительно дешево, но таки за чемпры плачевать за уже прочитанную информацию, если мы можем тут же перезагрузить уровень. Запомнили? Пользуйтесь. Но лично я подсказками пользоваться не буду, ибо люблю ковыряться на уровне самостоятельно. Обойдя территорию виноградника с левой стороны, я обнаружил одиноко разгуливающего охранника и решил воспользоваться ситуацией и отправить того в Душанбе. Меняем прикид и на всякий случай прячем тельце здесь же в кустиках. В Бладмане довольно качественные анимации, по крайней мере, когда дело касается главного героя. До уровня потрясающих анимаций с Splinter Cell им, конечно, далековато, но все равно выполнено добротно. Однако некоторые из этих самых анимаций и по сей день периодически ломаются нахер, особенно когда дело касается удавки. И в данном случае это даже может сыграть тебе в плюс, так как вместо долгого проигрывания сцены удушения, 47-й может просто коснуться неписи проволочки, отчего тот мгновенно улетит в Саунгард. Пробравшись на территорию в новом обличии, обнаруживаем первую цель. Тупого сынулю. Может, для начала устроим небольшую экскурсию? И, подслушав их диалог с телевизиончиком, понимаем, что те собираются удалиться на... Экскурсию. Ну ты понял. По дороге с ветром сам себе господин. Увидев, что оба дурачка спускаются вниз в винный погреб, где, кстати, и находится замаскированная лаборатория по производству нарпесиков, Я решил, дождавшись, пока уйдет охранник, на всякий случай заминировать грузовой лифт с бочками. И не прогадал. Как только сынуля зашел в уголок покурировать, я устроил взрыв. То есть, простите, хлопок. И лифт с бочками приземлился сынку прямо на хлебало. Курирование вредит вашему здоровью. Как выяснилось, наверху от хлопка моей мины случайно погиб один из охранников. И около его бренного тела уже собралась толпа. При этом на труп сынуля самого виновника торжества всем категорически насрать. Ну и пущай валяется. Тут же рядом можно обнаружить оставленную любителем нарпесиков дорогу. Но дорога дорогой осталось немного. А именно уконтропупить патю. Судя по карте, последние не выходят из своей комнаты в особняке. Чтобы попасть в это здание, нам понадобится где-то раздобыть костюм его личной охраны. Иначе на входе нас пошлют куда подальше. Решив рискнуть и пробраться в особняк, я забрался по трубе прямо перед носом у храпящего охранника. Взломав дверь в комнату охраны, я обнаружил внутри фешенобельный костюм VIP охранника. Прямо рядом со спящим телохранителем. И решил, что фортуна мне улыбнулась. Но не учел дробовик в руках, который лысый тут же бросил на пол, чтобы переодеться. Уличив момент, пока охрана не смотрит за дверью, взламываем замок и пробираемся в комнату с музыкальными инструментами. Ну а наша цель вальяжно курирует на балконе соседнего кабинета. Шо же, пробравшись внутрь, не убедившись, что мы одни, кранемся и путем показываем еще одному дурачку, что курировать вредно. В этот момент, обернувшись налево, я чуть не словил инфаркт. Благо, все это время охранник видел сны. Но он тут же начинает пробуждаться из-за моих шагов. Нужно давать по тапкам. Выбравшись через окно, сигаем вниз и технично спущаемся по уступчику прямо к причалу. Садимся в гидросамолет и сваливаем в закат. Читаем репортаж о том, как все сожалеют о гибели такого великого и благородного человека. В статье, правда, тактично опущен факт существования подземной лаборатории по изготовлению веселого порошка, зато братан подписан как производитель худшего вина в Чили. А в самом низу газеты есть надпись на испанском, которая переводится как «Я понятия не имею, что пишу». Артес Минитил и Геральт из Ривии по-прежнему трудлясы за 47-го. Я пришел к выводу, что это 47-й. Лысый клон-киллер? Да брось ты, Джек. Он просто байка. Даже ЦРУ и ваше ФБР говорят, что его нет. Мы много чего говорим, Рик. Так значит, вы погнались за мифом? Делом заинтересовался мой знакомый из ЦРУ. Случай в опере усилил наше любопытство. Как видим, общество воспринимает Лысого из Бразерс как некую страшилку, и их можно понять. Больше тысячи съемок — это насколько же надо иметь железный хуй. Тем временем 47-й, зайдя с талончиком в библиотеку, забирает книжку с новым контрактом внутри. Вот был бы конфуз, если бы кто-нибудь другой взялся ее почитать. Из куда более важных вещей видим на клавиатуре своего ноута полное отсутствие шифта, капслока и самое главное — скобочек. В конце концов, агентство — серьезное предприятие. Наш путь лежит в парижский йоперный театр. И следующая цель — убить итальянского оперного певца Ртом и посла о США и при Ватикане. Обои два по совместительству приторговывают детьми и, скажем так, любят взять товар на пробу. Певец Ртом собирается репетировать сцену расстрела. А посол, куда бы он в дальнейшем не присол, но сейчас досол до зрительской ложи, где в окружении телохранителей наблюдает за репетицией. Также нам сообщают, что для нас в гардеробе оставили подарочек в виде боевой версии Маузера, которым можно подменить бутафорский. Кстати, в этом задании есть жирная связь с одной из миссий в предыдущей игре серии Hitman Contracts. Но я не буду врать, будто ее помню, ибо дело было давно. Итак, мы на месте. Полюбовавшись с джипегом Барижа, первым делом идем в гардеробную и говорим с работягой. Вот ваша куртка, мсье. Вам не нужна куртка, мсье? Нет, просто хотел взять кое-что из кармана. Как выяснилось, с работягой можно продолжать еще долго общаться, вытягивая лорную и не очень инфу. Заметив в туалете ремонтного рабочего, я решил выписать тому лечебных лещей. Это его не убьет, но оставит валяться без сознания. Да, пол слегка заляпался, но на входе в туалет нет вывески М. Стало быть, сортир общий, а значит, такое бывает. Переодевшись и спрятав рабочего в корзину для белья, я потихонечку пошел в сторону подсобных помещений. По дороге останавливаюсь, чтобы рассмотреть локацию, а она, хоть и небольшая, но выглядит красиво так. Красные ковры, люди фоткаются, но моей душе не хватает только буфета с сочниками, и было бы вообще усладисто. Пройдя под сцену, видим, как вовсю идет ремонт, в стиле от перфекциониста. Чего только стоит лестница, ведущая в нихера. Или вот эта вот стена. Так как ни одно помещение на карте не подписано, в поисках гримерки я случайно забежал в женскую раздевалку. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Наконец, в стихарца забравшись в гримерку, прячемся в шкафчик и несколько минут слушаем. Наша звезда полыни и расстрелов заходит в комнату и некоторое время показывает актерский мастер-класс, после чего сваливает сбросить балласт. Тут-то я и вываливался из шкафа, быренько заменил бутафорский ствол боевым, после чего пошел искать место, откуда откроется хороший вид на сцену. Зайдя в рабочее помещение и поднявшись наверх, я оказался прямо над куполом, где-то рядом со сценой. Увидев возможность заложить мину, я решил так и сделать, не обращая внимания на чилирующего рядом мужичка. Шо же, тогда придется поискать место получше. Выйдя в зал, я понял, что заложил мину над огромной люстрой. И если я все правильно понял, возможно мне удастся прибить заодно и посла, если бы посол присолил прямо под эту самую люстру. Вернувшись в толкан и переодевшись в родной костюм, идем занимать места в зрительном зале. Репетиция проходит как надо, и наш певец ртом начинает отыгрывать труп с похвальным рвением. Сперва никто ничего не подозревает, но когда тело певца обретает рэкдолфи-зон, все понимают, что что-то не так. И поднимают кипиш. Увидев случившееся, посол уже даже не посол, а побезал прямиком в зрительный зал, где мы и прибиваем дурачка люстрой. Довольные собой, покидаем здание с хитрым хлебалом. На выходе из Йоперного театра 47-го замечает некто переодетый в полицейского. И судя по используемому оружию, это один из замаскированных агентов франчайза. Эдакие основные конкуренты нашего агентства, также использующие клонов, но куда менее совершенных и недолговечных. В любом случае, что именно произошло дальше, мы не увидим. Однако в следующей же миссии Диана скажет... С возвращением рада слышать, что вы полностью залечили раны. Из чего можно сделать вывод, что бой с франчайзовцем прошел довольно... Жестко. Несмотря на то, что миссию я прошел довольно-таки чисто, пришлось раскошелиться на подкуп свидетеля. Того самого мужичка, которому я втащил и запихал в корзину. Стоило догадаться. В номере французской газетки можно вновь почитать интересные статейки. Но куда интереснее вот эта вот надпись на французском внизу странице, примерный перевод которой гласит... Синий бегемот невидим, никто его не видит. Крадитесь как японский ниндзя, вы все на 100% открываете анус. Да, сэр? Артес и Геральт продолжают интервью Века. Но даже если этот человек существует, он всего лишь наемный убийца. Он идеальный клон. Его ДНК наглядное пособие для любой генетической фирмы. Заполучив 47-го, любая страна-изгой быстро обеспечит себя взводом таких 47-ых. Геральт заливает якобы базу, но чуть позже мы сможем понять, что говорит он не то чтобы правду и не только лишь всю. Геральт явно собирается помешать Леголайзу клонирования, но цели у него скорее всего далеко не гуманистические. Джек, вы шутите? К сожалению, серьезнее некуда. Поэтому мы должны были убрать 47-го. На свободе он был слишком опасен. Тем временем 47-й идет оскорблять чувства верующих и вступает в личный контакт с Дианой. Сожалею, что мы вынуждены встречаться вот так. Личные контакты опасны. Обычно вы более осторожны. Судя по всему, в агентстве идет утечка. Вот ваше задание. Спасибо. Ваша рана зажила? Ага. Есть одно но. Мы не смогли точно идентифицировать цель. Впрочем, там находится агент ЦРУ. Мы полагаем, он знает цель. Держите. После введения яда жертва впадает в состояние спячки. Чтобы оживеть, нанесите противоядие на губы. Да, тут все будет не так просто. Нам предстоит попасть в рехаб-клинику в Калифорнии. Калифорния. Туда поступили трое. Мафиоз. Лишь один из которых на самом деле. Мафиозник. Чтобы выяснить, кто из них кто, нам сперва предстоит отыскать ранее отправленного туда агента ЦРУ. Который как раз пытался выяснить эту информацию, но не выходит на связь уже несколько дней. Заодно нам предстоит спасти этого агента, сперва подстроив его смерть специальным средством, а затем агент воскресе антидотом. Ну и самая главная мысль. С этой клиникой что-то не так, 47-й. Докупаем нашему пистолету лазерный прицел и дополнительные обоймы. И я еще раз повторюсь, обоймы. Тут так написано, и не душне мне про магазины. И бронежилет, который правда вшит в наш стандартный костюм и теряется при смене одежи. Скидываем пару апгрейдов в винтовку и впердё к приключениям. Пока суть до дела, игра дает несколько визуальных подсказок. Некто прибухивает вискарик из тайника в шарообразном глобусе. Опять плоскоземельцев оскорбили. Другой черт греет борщ на газовой горелочке. А третий качается под мотивирующую музыку. Просто так в клинику нам не попасть. Поэтому крысим направление, лежащее прямо рядом с курящим чуваком. В очередной раз убеждаясь, что курировать вредно. Передаем медсестре-направленица. Доброе утро. Ваша комната А. Проходите в раздевалку, переоденьтесь в калат, оставьте на хранение одежду и личные вещи. Переодевшись в фешнебельный шмот, идем внутрь. Однако на входе нас тормозит охранник. Прекрати это магическое дерьмо. К сожалению, пройти внутрь с оружием не получится. Не знаю, на че я рассчитывал. С оружием нельзя, парень. Шош, отдаем охране все наши стволы. Представляю, как удивился братишка, изъяв у нас вот это вот. Спасибо. Ты можешь пройти. Заметив тот самый шарообразный глобус, я решил подняться наверх и заминировать крепление люстры прямо над ним. Пусть будет. Походив по поребрикам под меланхоличную музыку и поближе полюбовавшись декоративным искусством, я понял, что чет я застопорился. И не найдя более элегантного решения, я использовал все свое стелс-мастерство и пробрался в комнату охраны. Там, украв из ящика тейзер, я наэлектризовал охранника. Убедившись, что на улице никого нет, я выволок беднягу наружу и иллюстрировал прямо в мусорный бак, предварительно переодевшись в его форму. По ходу дела крадем запись с камеры наблюдения и ключ-карту от входа в отделение терапии. Тут же отворяем решетку и идем внутрь. Нам все еще нужен ключ, чтобы пробраться к камерам с пациентами. Поэтому, как следует отполировав лысину, пробираемся через рецепшн и применяем тейзер. Собственно, как можно заметить, анимация тейзера работает маленечко... нестандартно. Поменяв прикид, берем ключ и избавляемся от дурачка. Спустившись вниз, находим таки нашего рыжего агента. Им оказывается наш знакомый агент-неудачник по фамилии Смит, а.к.а. Дмитрий Филимонов. Ты, как я не догадался. Они накачивали меня психотропными. Вот, этот тип, держи. Я вытащу тебя отсюда. Они меня не выпустят живым. Я знаю. Судя по всему, известный по предыдущим частям. Но я, опять же, притворяться не буду, ибо их помню еще хуже, чем в Бладмане. Итак, получив ценные сведения от Дмитрия Филимонова и устроив тому фейковую смерть, чтобы набрать классы, получаем новая побочная заданица. Нам предстоит за 50-ка срыва устранить две дополнительные цели. На обратном пути мы увидим, как, в кавычках, труп агента увозят через специальный коридор прямиком в морг. Ну, а я решил заняться побочными целями, ибо бабосей так-то не лишний. Вспомнив визуальную подсказку из начала миссии и обойдя охрану одной из целей и забравшись в комнату через общий балкон, я подпортил газовую плитку любителю навернуть борща. Любителю качалочки я устроил провангацию шейных позвонков. И да, именно так оно и выглядит в реальности. Покидая место преступления, я увидел, как еще одна цель вновь идет прибухнуть к своему оскорбительно-шарообразному глобусу. Все же не зря я заминировал крепление, чем тут же и воспользовался. Когда я выбрался на улицу, в своей комнате как раз на воздух взлетел любитель борща вместе со своим борщом. Втихарца пробираемся в морг, наносим Дмитрию Филимонову противоядие, вернувшись в раздевалку, возвращаем себе костюм. Шут хотел, пять тысяч за эвакуацию дорогущей одежды на дороге не валяются. И, вдважало, сваливаем в закат. Тащем-то это задание я прошел грязновато, оставив в живых одного свидетеля. Им мог быть кто угодно из этих ребят. Стало быть, придется немного раскошелиться, в том числе на эвакуацию модифицированного оружия. Того самого, что изъял у меня на входе охранник. Ну что ж, абасрамс, но небольшой. Вновь читаем грязную газетенку, где на этот раз внизу красуется потешная цитата Джорджа Буша. И самое время посмотреть, как там наш Чук и Гек. Теперь вы улавливаете? Вы внедрили агента, и сорок седьмой его убрал. У нас есть видеозапель. Как видим, Геральт немножечко, как бы сказать, пиздит. Ведь агента мы не убивали, а наоборот спасали. Далее Геральт начинает задвигать еще более любопытную телегу. Мы убили его. И вы можете это доказать? Я покажу вам неопровержимое доказательство. В одной из наших программ по защите свидетелей была мелкая мафиозная сошка. Его охраняли 24 часа в сутки лучшие профессионалы бюро. Это не остановило сорок седьмого. И вы убили его. Подготовьте машину. У нас их на кладбище, блять, отвезут. Это сейчас не рандомный вброс. Как можно догадаться, упомянутым доказательством служит тело сорок седьмого, что мы имели честь наблюдать все это время в главном меню игры. И джентльмены собираются покинуть особняк и отправиться на кладбище. А Диана следует за ними. Ну а Ван Панчман получает новое задание. На этот раз наша цель уконтрапупить некого гангстера, который слил катку и собирается выступить свидетелем на суде против нашего клиента. Поэтому находится под круглосуточной охраной ФБР, ФБК, Эксбб и прочих. Более того, помощник где-то прячет микропленку с доказательством, по данным агентства сныканую в ювелирном украшении. Дурачок планирует устроить вечеринку в честь дня рождения своего младшего сына. Чем мы и воспользуемся, чтобы проникнуть в дом. Или не воспользуемся. Сие заданица, по непонятной причине, в то время была одним из моих самых любимых. И именно его я тогда переигрывал чаще всего. И не то чтобы я был гением тактики и пробовал разные подходы, скорее моим стандартным прохождением данной карты было нечто похожее на это. КОНЕЦ Вот что я называю чистая работа. Но на этот раз я постараюсь все же избежать лишних жертв. Побродив в округе и обнаружив мусорщика около сломанной мусорной машины, я дал тому по щам и избавился от тела самым гуманным способом. Постараюсь все же избежать. Теперь у нас есть легальный доступ во внутренние дворы соседей. Зайдя к бабке с заднего двора, не сметь вырывать это из контекста, я пролез в окно и обнаружил внутри сонные дротики. А старушка-то мадемуазель непростая. Также на заднем дворе бабки можно найти сосиску, я сказал не сметь. В ее описании значится, что сосиску легко отравить и их любят собаки. Но до таких низких поступков мы опускаться не будем. Подойдя к охраннику со словами Спроси меня про мою сосиску! Даем тому пригубить мясного изделия. И идем на соседний двор, где удачно расположился детский домик на дереве. А внутри лежит пневматическая винтовка, куда прекрасно влезают ранее подобранные сонные дротики. Дальнейшую логику моих действий попрошу не подвергать критическому анализу, иначе вселенная рискует схлопнуться. Сперва я усыпил собаку, затем начальника охраны. Следом спать отправились клоун, чистильщик бассейна и жена гангстера. И тут Остапа понесло. Сонных дротиков получила местная бабка, чувак на пробежке, бабка с садовыми ножницами, охранник, заметивший бабку, мусорщик, заметивший охранника, заметившего бабку. Клоун, которого кто-то успел разбудить. Охранник, заметивший мусорщика, заметившего охранника, заметившего бабку. В доме, который построил Джек, пока у меня не закончились дротики. И если ты вдруг начал сомневаться в способностях моего тактического гения стелса, то попрошу оставить разговорчики. Ибо таким образом я намутил себе костюм ФБРовца, и теперь могу спокойно проникнуть в дом. Вооружившись сосиской, заходим через главную дверь. Во внутреннем дворе находим усыпленную дамочку, и забираем с нее ожерелье с микропленкой. А взамен оставляем сосиску. Поднявшись на второй этаж и заметив цель, идем вслед за дурачком в комнату, и размазываем мозги гангстера по стенке. Пока не поднялась тревога, выходим из дома и возвращаем свою одежду. И к тому времени, как начался кипиш и приехало подкрепление, прямо перед лицом у ментов уходим в закат. Ну, а Геральт и Артес продолжают общаться по дороге к автомобилю. Мы получили серьезный удар. Тот свидетель знал о бумагах Ортмайера или их местонахождении. Доктор Ортмайер нелегально занимался клонированием в Румынии. Мы ученили обыск, как только узнали об этой лаборатории. Кто-то обчистил помещение, забрал все документы и убил всех сотрудников. Даже Ортмайера. Позже мы нашли кое-какие бумаги. Из них понятно, что 47-го создал доктор Ортмайер. До него никому не удавалось успешно создать клона первого класса. Доктор Ортмайер в прямом смысле написал учебник. И кто-то его украл. Не просто кто-то. 47-й уничтожил охрану, а потом свернул шею Ортмайеру. Эти рассуждения, хоть и в искаженном виде, отсылают нас к событиям первой части. Ну а пока Биба и Боба общаются, Диана складывает в сумку знакомые нам приборы. Шприц с экспериментальным средством и коробку с противоядием, что как бы намекает. Нашим следующим заданием будет предотвратить покушение на министра внутренних дел Асашай. В покушении примут участие вооруженная любовная парочка кретинов и клон Альбинос, имеющий отношение к франчайзу. Нам предстоит грохнуть всех троих и не допустить убийства политика. А в качестве доп. задания прибрать к рукам оплату за покушение в виде чемодана с алмазами. Действо начинается в ресторанчике, где мы наблюдаем за передачей Тенге Курьеру. За ним нам предстоит проследить. Это самые важные выборы в вашей жизни. А вот как раз на этом месте 18 лет назад у автора этого ролика разом отвалились и пачка, и жопа. Да, отобразить такую толпу в игре 2006 года, на железках 2006 года, казалось чем-то нереальным. Конечно, разрабам пришлось прибегать к хитростям. Тут даже присматриваться не нужно, чтобы разглядеть новую итерацию художественного фильма «Атака клонов». А модельки и поведение такой толпы значительно упрощено относительно обычных НПЦ. Скажем, они способны без преувеличения всего на 2-3 действия. На типа идти, плясать или приседать. И у таких моделек полностью отсутствует рэкдол, а менты даже не реагируют на наличие таких НПЦ перед дулом ствола. Но просто, блин, держи в голове, что все это работает и выглядит как толпа. А в системных требованиях игры числятся четвертый пень и 512 мегабайт оперативки. Припомни это в следующий раз, когда речь зайдет об оптимизации современных игр. Какое-то время преследуя курьера в админском костюме и улучив момент, сворачиваем ему шею в подворотне. Переодеваемся в администратора паблика. Петушины, послушай. И иллюстрируем тело в мусорный бак. В чемоданчик с алмазами я на всякий случай засунул мину и пошел на место передачи оплаты. Охрана пропустила меня наверх, где и тусуется главарь шайки-лейки. Белобрысый клон. Положив чумодан и дождавшись пока мы останемся наедине с петушином боссом, я устроил последнему дежизнификацию. И на всякий случай прибил охранника за дверью, после чего экспроприировал рацию. Благодаря этому мы сможем не только слушать кринжовые переговоры двух любовничков. Когда полная вернется в гнездышко, она захочет не только крекер. Но и видеть обоих двух на карте. Заметив, что стрелок находится в одной из кафешек, я направился туда. Прокравшись через кухню на верхний этаж, я обнаружил помоечника и... Услышав по рации, куда направляется дамочка, прячем алмазы и подготавливаем засаду. Готова прикончить, ублюдка. Ну да, ну да. Покончив с мечтой Фури Йоба, я спрятал тело в подъезде и забрал алмазы. Однако на выходе я столкнулся нос к носу с полицейским, благо вроде как пронесло. Но прикинув писю к носу и поняв, что мент скоро обнаружит труп, я сложил вместе 2 плюс 2, получил 3, забил хрен на возвращение костюма и сбежал от греха подальше. По крайней мере вы спасли секретаря. Да, плюс мы нашли и уничтожили одного из сообщников 47-го. Он был не один? Нет, они связывались по рации. Геральт продолжает ссать в уши журналисту Артасу, присваивая спасение политика себе, а мокруху вешает якобы на наших сообщников. Ну и немного интересной инфы из его рассказа тоже можно вычленить, например, про только что убиенного нами клона 2-го класса. Полнофункциональные человеческие клоны с ускоренным ростом. Они умирают через полтора года после взросления. А насколько вообще распространено планирование людей? Но уверен, что через пару лет их будут тысячи. Что? Из-за вашего туполобого президента. Он хочет это узаконить. Ну и само собой, Ведьмак продолжает толкать телегу про запрет клонирования. Возможно, Геральт собирается монополизировать подпольный рынок клонирования. А Леголайс этому, мягко говоря, помешает. Клоны являются оружием массового поражения. Но многие американцы за клонирование и... Надеюсь, это интервью заставит их передумать. Знают ли они о том, что 47-й убил сына Чада Бинэма? Что? На месте покушения находился наш лучший агент. Мы были готовы. Следующая миссия, можно сказать, является символом игры. Именно она запомнилась большинству игроков, потому что всегда была в центре внимания прессы тех лет. И светилась в предрелизных скриншотах и трейлерах. Само собой, дело в ее визуальной составляющей. Контрасте красного и белого цветов, атмосфере и, конечно же, в обилии тяночек. Но с этим вам скорее на канал на букву Л. Я же скажу, что мне эта заданица в первую очередь запомнилась музыкальной составляющей. Некий политик заказал у нас убийство всех порнушников магната дроческопов командира, Лорна Дэхер Прочтешь Его Фамилию, который умудрился записать на кассету, как сын политика Чет, не Крюгер, надеюсь, путем домашнего насилия довел стриптизершу до летального исхода. Собственно, до кучи нам нужно устранить и самого сынулю политика, и забрать кассету с компроматом. Все действо будет происходить в особняке... На вечеринке! ...где-то в заснеженных горах. Я, конечно, уже слишком стар для этого дерьма, но все равно всегда кайфовал от самой идеи подобного мероприятия. Можете убрать всех распуфыренных тянок, только дайте мне вот эти вот горы, вот этот вот особняк, вот этот теплый бассейн и добрую кружку пива. А, и группу морфин, пожалуйста, включите на фоне. Так, ладно, дедуля понесло. Вернемся к нашим баранам. Поднявшись вместе с одним из гостей в довольно неловком молчании на лифте, получаем короткий инструктаж. Добрый вечер, сэр, и добро пожаловать. Не забывайте носить ваш бейдж-вип, если вас интересует специальное обслуживание. И идем исследовать местность. Собственно, первая цель, сынуля политика, безвылазно откисает в прозрачном бассейне, потягивает Мартиния и ссорится с дамами пониженной социальной ответственности. Отверь, дура. Против нашего же присутствия в бассейне пацан ничего не имеет. Да здравствует патриархат. Моей первой мыслью было попытаться отравить напиток, но как это сделать незаметно, я пока что не придумал. Зайдя внутрь, я столкнулся с помятым, в кавычках, сандой. Что за грюмость? Тебе хоть не изображать Санту в апреле на порнушной вечеринке? Потыкавшись тудым-сюдым, я решил вернуться вниз и раздобыть себе форму охранника. Для этого, воспользовавшись отвлекающим тактическим стелс-маневром, выманил одного из комнаты и надавал по щам. После чего, затащив внутрь и сменив одежду, зачем-то перекинул через решетку. Тем временем, на выходе, трагернувшись на кровавые следы, появился второй охранник. Его пришлось ликвидировать и тоже прятать. Ну, короче, безупречный стелс. Никто точно ни о чем не догадается. Пробравшись в ранее недоступные помещения для VIP-гостей, а если быть точнее, к комнаткам для траходрома, можно наткнуться на замаскированного агента. Агентку. Агентесу. В общем, бабца попытается нас прибить в приватной комнате. Мужики такие. Немного пошарахавшись по помещениям для персонала и обнаружив студию разработки Skull & Bones, Выходим в свет к гостям и понимаем, что в этом костюме дальнейший проход в студию закрыт. Решив раздобыть себе более фэшенебельный костюм с расширенным доступом, я вновь вернулся в помещение для персонала и решил похимичить со щитком. Ну и что ты сделал, старый? Глупый мужчина. Избавившись от охранника и благодаря судьбу за то, что его коллега не посмотрел направо, меняем прикид и прячем тело. Не спрашиваясь зачем, но пробираясь по скалам прямо под стеклянным бассейном, сынули, я подумал, а почему бы не попробовать... Шо же, не очень аккуратно, зато эффективно. Я же направился через охрану в ранее недоступную местность. Взгляни, кстати, на отраженица. 2006 год на дворе, я напомню. Да, все это сделано при помощи хитростей, но, черт возьми, работает же и выглядит отпадно. Поднявшись в фотостудию, я обнаружил нашего дроческопных дел мастера, вечно гуляющего со своей собачонкой. Проследовав за ним в комнату и дождавшись, пока тот выйдет покурировать на балкон, приступаем к радикальной социальной рекламе. Курировать вы, да сука! Выбрасываем тело через перила, а несчастный песель так и остался жалобно лаять на балконе на том месте, где еще недавно был его живой хозяин. Курение убивает. Неподалеку отыскалась и кассета с компроматом. Однако мне потребуется еще и украсть кассету с записями камер наблюдения, ибо я неосторожно засветил свою лысину на входе. К сожалению, в комнате с видоком постоянно тусит как минимум один охранник. Пришлось это дело исправлять. До кучи исправив коллегу, заметившего наше деяние. Напоследок, полюбовавшись плодами своих поступков, забираем костюм и сваливаем в закат на яхте. Тут разрабы даже не порадуют нас сюжетом. Поэтому, заплатив 50 косарей оставленному в живых свидетелю-охраннику, вот этому вот, не зная о чем я думал, беремся за новое задание. Нам предстоит сесть на туристический корабль, плывущий по Мисси-Писи, и устранить 6 членов, товарищ унылый там, наверное, уже обыкался, банды, занимающихся распространением нарпесиков, при помощи этого самого суденышка. Также нам предстоит прикончить главаря банды и по совместительству капитана этой лоханки, и украсть у того из сейфа все документы. Покупаем пару апгрейдов, в том числе коллиматорный прицел, и выходим в плавание. Локация довольно-таки ламповая и выполнена с размахом. Корабль проработан целиком, вплоть до каждой отдельной каюты, кухни, туалетов, подсобок и машинного отделения. А по пути нам будут попадаться какие-то суденушки, кемпинги, свет от костра которых виден на побережье, в общем, красота. Пошарахавшись внутри и насладившись пенсионной тусовкой, выясняется, что дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. Прошу прощения, без вип-карты нельзя. Тут бы я лишний раз хотел обратить внимание на количество НПЦ на карте, даже только на этом этаже. На этот раз без хитростей каждый из болванчиков обладает полноценной моделью поведения и рагдоллом. В холле с каютами для гостей я наткнулся на подвыпившего чела, который безуспешно тыкается в номера, пытаясь отворить их своей карточкой. Наверное, ее можно украсть. Сами номера, ну вернее каюты, тоже выполнены весьма так добротно. Тут тебе и кресло, кровати, душевая, шкаф... Не обращай внимания. Хотя уже поздно. А, собственно, что же произошло? Один из бандитов вовсю обрабатывал какую-то мадмазельку, однако, зайдя с ней в номера, судя по всему, орудие дало сбой. И уже через пару секунд мазелька покинула нашего жигола, неосторожно оставив дверь открытой. Ну, а я и... Выбравшись на палубу, я заметил одиноко идущего морячка и решил воспользоваться возможностью. Звучит как-то двояко. Сделав дело и переодевшись, я вновь чуть не схватил инфаркт. С новой маскировкой я пробрался в каюту персонала, где обнаружил кейс с моднявой винтовкой, судя по запиське, служившей подарком капитану. Ее я решил прихватизировать с собой в убежище, предварительно избавившись от свидетеля. Встретив еще одного члена, пожалейте же, воунылого банды на палубе, я избавил того от бредности бытия, как и случайно подвернувшегося под руку охранника. И мастерски избавился от тел. Собственно, будучи мастером стелса и сенсеем маскировки, я само собой не оставил никаких следов. А чтобы вы окончательно убедились в моем профессионализме, как выяснилось позже, тела я скинул не в реку, а на палубу второго этажа. Несмотря на костюм моряка, на верхнюю палубу нам вход заказан, поэтому я решил беспалевно переодеться в костюм Стюарта. Получилось также весьма стелсово и без лишнего насилия. Засунув мину в торт, не спрашивая зачем, я отправился наверх. Но произошел небольшой абасрамс, ибо охранник решил подвергнуть меня обыску. Я должен вас обыскать, сэр. Теперь уйти просто так не получится, иначе он поднимет тревогу, но лишаться оружия я тоже не хотел, поэтому... Как только кипиш спал, я спокойно прошел внутрь без обысков. В сортире я застал одного из бандитов в процессе активного орошения унитаза, чем и не применил воспользоваться. Затем на улице я увидел еще одну цель, мужик сперва вслух выразил мои собственные мысли, а затем направился в сортир. Улечив момент в коридорчике, провожаем братка до сортира, но уже в лежачем состоянии. В соседнем помещении находим каюту капитана, где последний и остается умирать, пока мы крадем документы из сейфа. Наконец, еще один дурачок находится в машинном отделении, до кода я и добрался, по пути получив ключ от каюты. Добрый вечер, друг мой. Пожалуйста, будьте так любезны принести бутылку вашего лучшего шампанского в мою каюту. Номер 23. Вот запасной ключ. Своевременно. Пользуясь шумом машинного отделения, приканчиваем последнего бандита и джоб сдан. Бежим к шлюпке и сваливаем в закат. Тем временем, сорок седьмой получает новый квест, не забыв оставить чаевые курьеру. Вы забыли чаевые. И я вполне могу его понять. Примерно то же самое мне хотелось сделать с работником Яндекс.Еды, принесшим заказ супом в пакете, блять, горизонтально, из-за чего вся моя еда превратилась в нечто похожее на рагу. Простите. Ну а мы все еще в Миссисипи. Нам предстоит прибить свежеиспеченного женишка, главаря очередной банды и отца невесты, на формальной свадебной церемонии. Причинять вред невесте строго запрещено, однако бедняжка и так настрадалась с ихней-то фамилией. На эту миссию я решил прихватить с собой уже изрядно прокачанную разборную винтовочку в чемодане. Один из прикоков этого задания в том, что местные реднеки отмечают свадьбу в своем неповторимом стиле. Херачи из ружей по крокодилам и набивая друг другу морду. Плюс в том, что мы можем свободно в открытую носить оружие. Никто даже не почешется. А минус в том, что почти каждый реднек прячет за пазухой какой-нибудь огнестрел. Собственно, оказавшись на месте, пока я судорожно придумывал шутки про Петербург, местная интеллигенция уже вовсю приступила к традиционной рыбалке. Остальная богема устроила пляски на танцполе. Однако наш танец почему-то никого в восторг не приводит. Хотя, казалось бы. Обломавшись с танцами, я решил попробовать себя в кулачных боях, которые без нашего участия проходили как-то тухловато. Показав всем, как надо бить лица, и получив аплодисменты, идем далее. И все вроде бы здорово, однако, как водится, дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги, то бишь гостевое приглашение. Благо, тут же я заметил в дрова бухого гостя, который решил прилечь в сгоревшем сарайчике. Стягиваем одежду прямо с его ужратого тела и воруем у него же приглашение на тусич. Пройдя в дом, я решил поискать удачное место для стрельбы на верхних этажах. Однако, проход туда оказался запрещен, о чем мне и попытался в грубой форме сообщить охранник. За что и был попущен и спрятан в сортире. Не знаю, правда, зачем, ведь кровавый след не заметит разве что слепой, но да ладно, зато у нас есть новое временное прикрытие. Забравшись на чердак особняка, я обнаружил там прекрасное место для стрельбы и решил до поры до времени оставить здесь свою винтовку, а пока продолжить исследовать локацию. Прозвенел звоночек, и гости вместе со священником начали собираться у веранды на церемонию бракосочетания. Немного послушав речь бухого в соплю священника, мы собрались вот сегодня, чтобы шинить эту пару с священными бузами рака. Как там бишь тебя, красотка? Марго Леблам, святой отец. Давай, шевелись, и чтоб без ошибок. Марго Леблам, готовы ли мы связать себя с священными бузами рака с Хэнком Летчем? Я выдвинулся наверх к заранее заготовленной точке, неспешно распаковал оружие, не дождавшись наиболее эффектного момента, произвел жертве мозгоизлияние в кровь. Убравшись с чердака вместе с оружием и выждав некоторое время в сортире, поднимаемся наверх. По удачному стечению обстоятельств, батю невесты то ли не успели предупредить о случившемся, то ли ему категорически похер на смерть женишка. В любом случае, я застал его за просмотром душные телепедерачи с трансляцией «Заборы» или что это, и избавил от страданий. На всякий случай, выйдя через другую дверь, стараясь никому не показываться на глаза, возвращаем себе костюм. Воу, чувака, пробуждение будет. Ну а ты, наверное, уже соскучился по Геральту с Артасом. Если нет, то придется потерпеть. Как я и обещал, товарищ Геральт привез-таки Артаса на кладбище, блять, а рядом весело шагает Диана «Горелое дерево». Диалог Геральта и Артаса в этой косцене, правда, по интересу приближается к зачитыванию состава говяжьего доширака, так что я его пропущу. Поэтому возвращаемся в прошлое. Вместе с заданием Диана передает 47-му предупреждение, что они продолжают терять агентов. Стало быть, кто-то всерьез взялся за истребление нашей конторки. «Вы получили задание?» «Еще вчера. Мохаммед бин Фейзель Аль-Халифа, его ученый Тарик Абдул-Латиф и Хендрик Шмутс из Южной Африки. Интересное трио». «Меня тревожит упоминание ДНК. Возможно, они связаны с группой, что пытается нас уничтожить». Ну чё, самое время идти в киоски и заряжать карты, чтобы выяснить, как они могут там быть расположены в другом порядке. Ведь нас ждет миссия в казино. Тут нам предстоит захерачить некого... борца за чистоту белой расы. Затем шейха, которому тот попытается продать какие-то научные отчеты и образцы ДНК. Боюсь представить в каком виде. А также ученого, на научной степени верченого, нанятого шейхом для проверки этой вашей ДНК. В качестве доп-квеста нас попросят забрать себе оплату за эти самые образцы. Прикупив топовый глушитель для пистолета и тонкий бронежилет, что носится под любой одеждой, выдвигаемся на рамсы. Проблем с доступом к джой-казино у нас нет, следовательно, спокойно проходим внутрь. Стараясь вести себя максимально незаметно и не привлекать к себе внимания. Как раз к этому моменту в казиноч прибывает ученый. Из института извлеченный. Ну а мы стараемся проследить за ним, опять же, максимально скрытно и не бросаясь в глаза. Пока суть до дела, мы проходим на рецепшен и берем карточку от своего номера. На меня забронирован номер. Фамилия Кропс. Вот ваша ключ-карта. У нас изменился принцип работы ключей карт. Теперь они дают доступ только на ваш этаж. Главным нюансом здесь будет то, что карточка дает доступ лишь на этаж со своим номером. И это сильно сковывает наши действия. Поднявшись на лифте, заглядываем к себе в номер и забираем несколько ништяков, оставленных нам агентством. Тут я выяснил, что номер господина борца за чистоту белой расы удачно расположен прямо на том же этаже, что и наш. Дойдя до номера главного арийца на районе, я тихонечко прибил его прямо там. Зачем-то положил мину прямо в чумодан с ДНК, переоделся в этого помоечника и пошел навстречу с шейхом, предварительно скинув все оружие в своем номере. Доверься, у меня был план. Какой-то. Наверное. Пройдя обыск и поговорив с шейхом, мы стали ждать. Хендрик Шмутц. Да, шейх Мохаммед. Сначала мне необходимо проверить товар. Разумеется. Шейх отправил за курьером, который принесет оплату и заберет чемодан с образцами на проверку, после которой сделка будет считаться завершенной. До тех пор охрана не позволит нам покинуть комнату. Получается так, что я оказался в ловушке и обосрался. Большое тут казино. Это да. Не желаете выпить? Я пас. Очень большое казино. Охрана не позволит уйти без палева, а чемодан с образцами не пройдет проверку. Оставалось либо сидеть и любоваться танцами, либо перезагружаться. На этот раз я решил действовать чуть изошреннее. И придумал план. Прохладный как пивас и крепкий как Шварценеггер. Пробравшись в комнату к Арийцу в Сия Африке, еще до его прихода, я незаметно сунул бомбу в чемодан с образцами. И вовремя слинял, пересекшись с ним взглядами в коридоре на подходе к номеру. Далее пришлось очень долго ждать, пока господин Арийец отнесет заминированный чемодан с образцами навстречу к шейху. Теперь требовалось незаметно перехватить курьера с оплатой, не дав тому забрать образцы. Тот должен был спуститься в одном из лифтов, и я решил подождать в том, который ближе к номеру ученого, рентгеном облученного. Мне повезло и ставка сыграла. Переодевшись в одежду телохранителя и украв кейс с оплатой, я также стырил ключ-карту от номера, дающий мне доступ на этаж с ученым. На элементарных частицах крученым. Однако, мой план накрылся звездой по имени Солнца. Ибо охранник казино какого-то черта отказался выпускать меня из лифта, со словами... Несмотря на наличие у меня карточки с номером от этого этажа. Ну что тут сказать, кроме как... Ёбаный рот этого казино! Пришлось сгонять вниз и, подловив сотрудника казино в подсобном помещении, позаимствовать у того одежду. На обратной дороге, правда, случился небольшой конфуз. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. На этот раз персонал пропустил меня на этаж. Однако, я вновь обосрался. Ведь телохранители ученого, вокруг земной оси верченого, на пушечный выстрел не подпустят меня к его номеру. Заметив на карте другой номер с балконом напротив, я решил дождаться, пока его обитатель покинет комнату, чё бы попасть внутрь. Однако, падала по ходу прироска к ковру и не хотел выходить. Психанув, я высадил пару пуль прямиком в дверь, в результате чего испуганный постоялец выбежал наружу, чтобы пожаловаться охране. Время поджимало. Не теряя ни секунды, я, роняя кало, вышел на балкон и пристрелил ученого прямо через окно. После чего сбежал обратно до появления охранников. Вновь забрав чемоданчик и переодевшись в базированную одежду, я направился к выходу. Перед этим взорвав чемодан с образцами вместе с шейхом и господином арийцем. Всё это время дожидавшихся курьера с баблом. Из брифинга к следующему заданию мы узнаем, что остались единственным живым агентом. И это последний квест, который нам готова выдать Диана. Здорово, вы работали. На этот раз основных цели две. Бывшая цирковая актриска, ныне приторговывающая оружием, и продажный агент ЦРУ. Но помимо них есть и скрытые цели, ибо кто-то, возможно, даже не в одиночку попытается нас убить. Всё действие вновь будет происходить... Более того, на этот раз нас ждут целых два волшебных подарка. Вечеринка в стиле... Малиновый звон... Проходящая где-то на высоте небоскрёба и... Вечеринка в москвозах! Проходящая в подвальном помещении. На парковку, где расположены лифты, ведущие на обе вечеринки, нас никто не пропустит. Поэтому, прибыв на место и засветившись на камеру, сын в уши охраннику, сказав, что забыли здесь чемодан. Сегодня днем я забыл у вас чемодан. Мне сказали, что его отнесли в комнату для персонала. Мне никто не говорил про чемодан. Вы хотите сказать, что его украли? Погодите минутку, скажу, проверю. Не придумав ничего оригинальнее, я пустил пулю охраннику прямо в подсобке. И, переодевшись, повторил процедуру с ещё двумя охранниками в будке, дабы извлечь кассету с записью нашей лысины. Раздобыв на парковке костюм гостя вечеринки в стиле «Малиновый звон», идём к лифтам. Однако, проходить обыск и сдавать оружие для меня не вариант. Поэтому пришлось добавить к списку жертв охранника, курящего неподалёку от входа в шахту. Пробравшись в лифт незамеченном, поднимаемся наверх. И вечеринка, скажу вам, моё почтение. Да и товарищу с канала на букву «Л» явно было бы на что посмотреть. Между делом можно послушать кринжовое пение дамочки, которая иногда для приличия даже попадает в ноты. Внезапно одна из дамочек обратится к нам с пошлой просьбой пойти и уединиться. Пометуя предыдущий опыт, готовимся к худшему и оказываемся правы. Оказавшись наедине, дама внезапно начинает крутить приёмы ниндзюцу. Пересмотреть шо ли Индиану Джонса? Тут же в ноте я нашёл информацию про второго наёмного убийцу, выслеживающего нас на тусе. В его профайле сказано, что Челик склонен к проявлению излишнего драматизма, в чём мы ещё успеем убедиться лично. Тем временем мне несказанно повезло, и одна из наших целей, а именно ЦР-шник, как раз собрался зайти в лифт. Его костюм позволяет нам пройти мимо охраны без обыска и спуститься вниз на вечеринку в стиле Юбисофт. Тут и лифт стилизован под эдакую сайлент-хиловскую решёточку, а по стенам летают хрен пойми как сделанные спецэффекты. Однако нас тут же опознает сэр помоечный чертила, тот самый склонный к драматизму наёмный убийца. А-а-а, мистер 47-й. Наконец-то судьба нас столкнула. Я оценю ваше рвение. Вынесу разную ошибку учёного, умнившего себя великим генетиком. Тоже мне. Супер киллер. И я намерен это доказать. И задвинет какую-то телегу про файр-резист и молит импрувет. Короче, поняв, к чему тот клонит, идём на означенное место встречи. Только лучше уйдёт отсюда живым. Комната звукоизолирована, так что нам не помешает. Вооружитесь как следует, мой мутирувший визави, и мы начнём битву. Как пожелаете. Выйдя наружу в слегка потрёпанном виде, и заметив последнюю цель, бабца просто стоит на помосте и чё-то накастовывает. Я обошёл её через подсобное помещение с кормом для акул и... Напоследок, поучаствовав в адском рейве и вернув себе костюм, запрыгиваем в машину и... Эй, 47-й! Я вас поздравляю, вы попали в программу такси. Хорош, это я, парень! Всё путём! Что ты здесь делаешь? Собственно, этот дядька никто иной, как агент Смит, а.к.а. Дмитрий Филимотов, спасённый нами из клиники. Они хотят убить президента, чтобы его не переизбрали. Он узаконит клонирование, сорвёт их планы. Кто они? Ты их знаешь! Они уже делают клонов. Хотят оставить технологию при себе. Пусть оставляют. Я не играю в политику. Они хотят убрать президента через три дня в Белом доме. Проберись туда. Защити его. Уничтожь киллеров. Покажи деньги. Слава богу. Вот кое-что. Остальное получишь потом. И что тут сказать? Во-первых, я хочу посмотреть этот фильм. А во-вторых, нас ждёт финальная миссия игры. Ну, как? Почти. Артес, Вазьмак и Диана идут в сторону церемонии кремации 47-го. Несколько дней назад мы накрыли агентство. Вы взяли его прямо в офисе? Нет. Но офис теперь закрыт и уже не откроется снова. Вы нашли бумаги Артмайера? Они всё ещё ходят по рукам. Но мы узнали, что документы бесполезны без свежей пробы костного мозга 47-го. Выходит, он и мёртвым опасен? Только до кремации. Геральт продолжает заливать пургу в уши журналиста, вешая на лысого протагониста очередные ужасы. Попытку покушения на президента, 11 сентября, Холокост, обоссанные лифты и последний альбом группы 30 Seconds to Mars. В общем, челик вешает на нас всё дерьмо мира, пиздит и не краснеет. Покушение на президента? То самое, о котором вы спросили в начале нашей беседы. Тем временем мы опять ненадолго ныряем в прошлое. 47-й петушевствует рейсом на победе. С нами вновь связывается Дмитрий Филимонов и вводит нас в курс дела. Пока до хера скрытный 47-й сидит и пялится в набитом людьми самолёте в свой ноутбук с логотипом агентства и целями задания на экране, мы можем послушать брифинг. И, что забавно, на этот раз озвучивать его будет также агент Смит вместо Дианы. Слушайте внимательно, 47-й. Готовится покушение на президента США. Дескать вице-президент Асашай замыслил убийство президента. И не того, который плавленый сырок, а в самом делешнего президента Соединительных Штатов. Для этого Челик вступил в сговор с франчайзом, а именно с Марком Порчетци, одним из недолговечных клонов убийц, тем самым, что почитывал газетку о наших деяниях в начале игры. Для предотвращения покушения мы отправимся прямиком в Белый дом с целью укандропупить обоих двух. Ну и вот он мы, приехали туристическим автобусом вместе с пенсионерами. Естественно, попасть через главный вход с оружием будет нереально. Да и пронести его в какой-нибудь грузе тоже. Охрана на входе требует сложить весь багаж на конвейер. Однако, прямо за автобусом одна дамочка остановилась, чтобы... What are you doing? Making a mistake. Making a mistake. Ну, покурировать она остановилась, тем самым подписав себе приговор. Хочу заметить, что у разработчиков на то время яйца были размером, наверное, с этот самый Белый дом, раз они позволяли делать... такое. Да, игра позволяет устроить взрыв... я имел ввиду хлопок прямо в Белом доме. И вообще, аннигилировать там все живое и неживое. Прикинь сейчас такую ААА-игру, а? Но так поступать мы не будем. Вместо этого я решил действовать немножечко хитрее. Во-первых, в строках своего письма берем на миссию Чумодан с винтовкой. Благодаря прокачке он не просвечивается на детекторе. Поэтому спокойно кладем его на конвейер. Предварительно, пока дамочка курирует, мы... Зачем? Ей в чемодан наш пистолет. При проверке на входе, увидев, что та пытается пронести ствол, даму отводят на допрос, а чемодан забирают в комнату охраны. Мэм, нам придется задать вам пару вопросов. Это какая-то ошибка. Да-да, мы сейчас все выясним. Стоило мне только сделать шаг в сторону, как я, само собой, попался на камеру. С этим тоже придется что-то придумать. В любом случае, дальше мы не пройдем, пока не получим бумаги. Ну или хотя бы подходящую одежду. Тут мне повезло, и музейный работник как раз собрался орошить унитаз, не особо смущаясь присутствия посторонних. Мне бы такой мочевой пузырь. Раздобыв одежду, проходим прямиком в комнату охраны. Тут, правда, к безопасности уже относятся на похер. Так я смог спокойно оттащить чемодан задержанной бабцы и извлечь оттуда свой пистолет. После чего, также в наглую, украл ключ-карту от главного входа и кассету с записями. Пользуясь приобретением, идем далее по коридорам. Черт возьми, как же все-таки классно поработали дизайнеры локаций. Просто взгляни на эту картинку. Особенно на игру света и теней. Выбравшись на крышу и дав халявную дозу наркоза патрулирующему десантнику, вновь меняем прикид. И пробираемся через строительные леса в главное здание, распугав при этом строителей. Немного пошарахавшись по овальным и не только кабинетам, я улучил момент, когда вице-президент остался один и произвел девице-президентификацию, припрятав тело прямо тут же. Осталось обезвредить убийцу. Попытавшись пройти через крышу в другое крыло, оказалось, что вход в моей одежде туда закрыт. Благо, агент спецслужбы выходит на крышу, чтобы что? Верно. И оттащив трепующего дурачка подальше, приобретаем себе новый лук, чеснок и ключ-картон. Ну, а господин Порчетци ждет нас прямо в овальном кабинете, куда идем и мы. Не стоит меня убивать, 47-й. Я такой же, как ты. Наше сходство не имеет значения. Мы практически братья. Ты же не выстрелишь. Я делаю то, за что мне платят. Бам, бля! Не торопясь, преследуем белобрызого клона прямо до крыши, где тот намеревался устроить с нами долгую перестрелку на характере. Ну, я же не дурачок, и не зря все это время таскал с собой гребаный чемодан с винтовкой. Пока нас не успели разоблачить, быренько возвращаемся в туалет за одеждой, на похер пробегаем через детектор, пока на нас не триггернулись охранники, и сваливаем в закат. Итак, у нас тут практически финал игры. Сейчас будет одна из самых жестких сцен, поэтому с лабонированных попрошу закрыть глазки и отвернуться от экрана. Все, поворачивайся. Получается, Диана пробирается к нам незадолго до того, как в помещение вломятся вооруженные бойцы. Сорок седьмой, это я, Диана. Что вы здесь делаете? Спокойно. Мне удалось проскользнуть. Это место оцепили сотни бойцов спецназа. Они готовятся к штурму. Я должна была предупредить вас, вы еще можете скрыться. У меня есть план. Я не верю. Для вас в нем нет выгоды. Ваш лучший вариант – покинуть страну. Покинуть страну? Сорок седьмой. Мы играем против франчайза. Границы их не остановят. Вы мой последний шанс. Где сейчас этот мужик в инвалидном кресле? Сунька! Сорок седьмой. Другого выхода не было. Вы бы все равно полезли в драку и проиграли. Благодаря вам я проживу еще одну ночь. У нас четыре минуты, пока он не остыл. Живо, ребята, живо! Конечно же, все выглядит как предательство. Ну, мы-то с вами понимаем. Близится кульминация, и мы вновь на кладбище. Это покушение стало самой громкой историей со времен 11 сентября. Вы думаете, я поверю, что... Я думаю, вы должны верить только своим глазам. Эта кассета подтверждает факт его появления в Белом доме незадолго до убийства. Будьте проклятым. Если не запретить клонирование, проклятие постигнет всех. Так кто же убил его? В этом и есть ирония судьбы. Пока Геральт продолжает ссать в уши журналисту, Диана смешивает противоядие и наносит себе на губы. Беспаливо кладет рядом два фирменных пистолета 47-го и благоразумно сваливает. Титры. Занавес. Ой, да ладно, тебя не обманешь. Занавес будет, если ничего не делать. Тогда 47-го просто кремируют ко всем чертям. Ежели отчаянно долбить по кнопке движения, Лысый очнется от препарата. И мы сможем перебить всю шайку-лейку вместе с Артасом, Геральтом, телохранителями, короче, не оставляя свидетелей. Сделать это будет весьма непросто. Но возможно, если вовремя добежать до укрытия. Затем останется добить разбежавшихся господ, в том числе дурачка, не догадавшегося перелезть ограду справа. Спустя некоторое время мы видим, что госпожа Диана вновь запустила работу агентства. Да, Ваше Высочество, почти все наши ресурсы снова встроены. И даже сможем впервые разглядеть ее хлебало. Пусть и в шакальном отражении. Местоположение 47-го же остается в тайне. Но не для нас. Послушав самый карикатурный азиатский акцент в истории средневековой Руси, Получаем что-то вроде открытого финала. Вот теперь в буквальном смысле занавес и в буквальном смысле титры. Вот такими получились мои приключения. Далеко не идеальными, местами кринжовыми, но зато моими. И самое крутое, что игра генерит сотни таких ситуаций, для каждого, кто не полезет искать идеальное прохождение в гайдах, испортив себе все удовольствие. Ведь фейлы это тоже часть прекрасного экспириенса от этой игры. Так чем же для меня в итоге Бладмани лучше новых частей, помимо музыки и мотивирующей системы апгрейдов? Можно сюда отнести перегруженный интерфейс, всякая херня вечно на экране, миникарты это, что-то постоянно подсвечивается и виднеется сквозь стены, как будто у нас не Хитмана, а Деус Экс. Ну а если смотреть объективно, да ничем. Новые части серии во многих аспектах переплевывают старушку Бладмани и исправляют ее косяки. Да еще и делают это с каким-то невиданным ранее масштабом. Да вот только в Бладмани я наиграл еще 8 часов сразу после того, как записал геймплей, просто потому, что не мог оторваться. И побегу переигрывать еще, закончив с этим роликом. А к новоиспеченным итерациям мне как-то даже лень заново притрагиваться. Наверное, опять синдром утенка и трава для автора была зеленее. Честно говоря, я так и не разобрался, да и желания особо нет. Я и так тут на час с лишним нанудел. Лучше посмотри на эти ублюдские трюфели в банановой обсыпке. Вернее, на некоторые визуальные расхождения. Предлагаю оформить коллективный иск в суд. Не, серьезно, они не просрочены, они так вот, сука, и должны выглядеть. Ну шо за люди, ну вечно одно наебалово. Субтитры создавал DimaTorzok Maybe things happen for a reason And where it lies the answer To overcome the grieving Of life's unruly lessons I'm ended in succession It builds my pain Which makes me strong It's mine It's pure As decent as I can Make myself inside We all know Only the strong survive